приветствую всех любителей бисероплетения сегодня снова с вами ольга кожакару и я хочу сегодня с вами сделать вот такую вещицу использовать ее можно как брелок но она прекрасно будет смотреться на цепочке или на тоненьком жгутики вот как подвесочка как кулончик вот такой вот кубик у меня получился и я думаю что вот мы часто на жгутики подвешиваем всякие шарики всякие бусины и в то же время вы видите что этот кубик у меня достаточно симпатичный и размеры у него очень даже небольшие поэтому если вас заинтересовала эта работа и вы хотите ее повторить или сделать вместе со мной можем собрать все необходимые материалы я уже здесь конечно на столе приготовила все чтобы не открывать кулечки не всегда они хотят открываться сразу вот у меня вот здесь граненые бусины мужи их использовали с вами 4 миллиметра вот такие граненые бусины немножко для основы нам понадобится бисер в шестом размере вот такой бисер в шестом размере бисер в восьмом размере вот такой бисер у меня есть бисер в десятом размере и еще бисер в десятом размере тоже чешский ну просто вот контрастного цвета вот такой бисер и нам понадобится еще ривали 8 миллиметров их нам понадобится 6 штучек 6 штучек ривали делаю я ну это у меня конечно любимый размер лески 0 3 миллиметра почему он у меня любимый потому что очень многие изделия должны сохранять жесткую форму и другим материалом добиться такой результат но не всегда получается скажем так либо мононити я иногда ее использую более мягкое получается изделие ниткой невозможно затянуть так чтобы получилось жестко и не просматривалась нитка так как она не эластичная как леска леска все-таки она имеет как какую-то вот эластичность поэтому это для тех кто спрашивает почему я использую именно эту леску поэтому вот я опять приготовила иголочку с этой леской и первое что мы будем делать мы будем собирать основу из вот этого крупного бисера бисера шестого размера я наберу четыре бисеринки и закрою в колечко закрою в колечко этот бисер достаточно крупный ну конечно вы можете для основы взять какой-то другой но именно крупный бисер должен быть вот не меньше трех миллиметров почему потому что мы много раз будем проходить через эти бисеринки и меня очень устраивает вот то что отверстия здесь очень крупные очень крупные и это позволит мне проходить много раз через этот бисер без осложнений вот я завяжу сейчас узелочек чтобы моя начальная в мой начальный крестик был вот жестко закреплен я завяжу пожалуй несколько раз и затем уже дальше начну выхожу в бисеринку рядом с моим узелочком и набираю еще три бисеринки то есть мы сейчас сделаем то что мы обычно делаем в квадратном жгутики мы наберем первый кубик то есть у нас будет 4 крестика закрытых в кольцо вот это третий крестик и мне осталось сейчас собрать вот это все я пожалуй пройду сейчас по этому крестику еще один раз чтобы у меня не расползался предыдущий крестик вы в принципе можете каждый крестик проходить по два раза вот я первый крестик прошла третий сейчас мы согнем вот так первый крестик к третьему крестику и выйдем в бисеринке какие у нас бака будут являться боковыми в четвертом крестике вот как раз видите как я высыпала бисер ровно по количеству необходимого мне бисера и вот мы закрыли крестики а еще раз пройду по этому последнему крестику чтобы он у меня не расползался видите бисеринки у нас очень крупные леска просматривается но это у нас основа которую в принципе мы видеть не будем и теперь у меня есть четыре бисеринки сверху и снизу которые тоже вот расползаются я их сейчас тоже соединю в колечко и перейду на противоположную сторону чтобы соединить 4 бисеринки с противоположной стороны вот так в колечко у меня получится тогда кубик то есть будет четыре боковые стороны которые по 4 бисеринки имеют и 2 снизу и два крестика сверху и снизу вот я перешла на противоположную сторону собираю бисеринки в колечко или в крестик и это у меня подготовленная основа на которой я уже начну работать вот теперь я могу обрезать вот этот краешек лески видите я его обрезаю он кончик остается в середине он мне не будет мешаться и смотрите как я поступаю дальше у меня буду работать по очереди на каждой стороне из 4 бисерин у меня есть бисер восьмого размера я набираю первой бисеринку восьмого размера ну и затем наберем 3 бисеринки десятого размера подтяну к бисеринке из какой я вышла и снова зайду в бисеринку то есть делаю новый крестик видите я захожу в бисеринку с той стороны с какой сразу и зашла в нее вот такой крестик хорошо подтяну и сразу зайду в следующую бисеринку моей основы вот так мы хорошо подтянем чтобы все это ровненько было вот такой крестик у нас получится между бисеринками между всеми бисеринками наберем по такому крестику сначала бисеринка восьмого размера затем три бисеринки десятого размера подтянем и закрываем крестик на первой бисеринке восьмого размера сразу я захожу в бисеринку основы моей следующую бисеринку опять восьмого размера три десятого размера подтянули захожу так в бисеринку восьмого размера и сразу в бисеринку основы вы можете даже взять небольшие жемчужинки три миллиметра вот вместо вот этих моих бисеринок крупного размера ну если хотите точно повторить все ссылочки я вам дам и последнее на этой стороне мы набираем крестик и выхожу сразу вот видите я вышла в бисеринку первого крестика в крупную хорошо поправим вот это все чтобы не было перекручено и выйдем вершину нашего крестика теперь мы подготов подготовили основу где мы будем укладывать наши ривальку нашу ривальку вот эту меленькую я наберу бисеринку одного цвета второго цвета и 3 и снова первого цвета зайду в следующую вершину так набираю между всеми четырьмя вершинами вот этих мелких крестиков и последняя так вот здесь я захожу в первый мой набор весь вот видите и теперь я попробую установить здесь мою ривальку она конечно еще будет болтаться но мы будем руками вот так придерживать в центре и пройдем сейчас по всем новым набранным бисеринкам не прихватывая вершин крестиков то есть я буду проходить по три бисеринки каждый раз на видите я держу ривальку рукой чтобы она стояла по центру моей работы и прохожу только по последнему ряду набранному мной когда мы его затянем наша ривалька будет стоять уже прочненько там вот так наша ривалька будет стоять уже в центре неподвижно вот таким образом и мы теперь по нашим бисеринкам перейдем в следующий крестик перейдем следующий крестик основы вот у нас четыре бисеринки снова есть и мы будем точно также набирать между ними новые крестики ничего наши новые крестики ничего общего с предыдущими не будут иметь вот а прежде чем мы перейдем к следующему квадратику нашей основы мы пройдем по всем боковым бисеринкам первых вот этих крестиков вот смотрите я выхожу в боковую бисеринку крестика первого и буду набирать между боковыми бисеринками граненые бусинки вот таким образом буду хорошо подтягивать и по крестику перехожу в следующую боковую бисеринку набираю новую граненую бусину до следующей боковой бисеринки следующего крестика по крестику ups по бусинам крестика двигаемся к следующей боковой бисеринки новую граненую бусину набираем и так у нас 4 граненых бусинки должно быть на боках наших вот этих крестиков вот таким образом последнюю четвертую граненую бусину набираю и вот теперь мы уже по нашим бисеринкам перейдем к следующему крестику нашей основы вот таким образом вот смотрите я перехожу первая крупная бисеринка крестика и сразу зайду в бисеринку основы вот значит как я уже сказала наши новые крестики какие мы будем набирать вот я поправлю немножечко так прижмем нашу основу так чтобы вот квадратик хороший получился до наши новые крестики какие мы будем набирать между бисеринками основы не будут иметь ни одной общей бисеринки с предыдущими наборами то есть мы все набираем по-новому одна крупная бисеринка три мелкие подтягиваем и начинаем уже набирать крестики вот закрываем крестик и заходим следующую бисеринку основы подтянули хорошо и снова набираем новый крестик точно таким же набором одна крупная три мелкие закрываем крестик и заходим следующую бисеринку основы вот таким образом и так двигаемся по кругу вот мы набрали 4 крестика и вышла в центральную верхнюю бисеринку первого крестика и начну сейчас между вершинами набирать точно так как и в предыдущем в предыдущей оплёточки три бисеринки вот таким образом и мы пройдем по всем вершинам наших крестиков наших новых крестиков двигаемся по кругу